Гранд Финал Гранд Финал Гранд Финал Гранд Финал И я говорю не только о команде Empire, а о всех русскоязычных командах в СНГ и комьюнити. Так как у нас просто почему-то сложился такой стереотип, вот если команда выходит в топ, она выигрывает, 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 в том где-то просто ее уровень опускается. И с какой-то стороны, ну не везде, но в большинстве случаев от комьюнити появляется какой-то глобальный хейт такой. И как бы я бы призвал бы в этом интервью, наверное, все русскоязычные комьюнити, давайте все наши команды лучше поддержим, чем писать в комментах, нам что-то рассказывать. Уже не раз видели на примерах разных мультигеймингов, не будем указывать, когда происходили те или иные события, и там выливалось просто тонна грязи на те или иные личности и не личности. Давайте просто будем двигаться дальше и двигаться обоюдно вместе. Что если вот рассмотреть, например, комьюнити европейское, тоже Team Liquid, комьюнити, которое собирает StarCraft, теперь они собирают немного дотеров европейских, что зайдя на этот сайт, вы никогда не увидите никаких жестких хейтов, никаких там… Негативных эмоций. В основном, в 90% случаев, все всех поддерживают. Да, друзья, нужно понимать, что иногда команды проигрывают, иногда они выигрывают. Нужно их поддерживать в любом случае, если вы любите команду. Дальше, ваша команда проиграла. Ребята заняты в четвертое место, к сожалению, к большому сожалению. Скажи, пожалуйста, ребята расстроились сильно? Они разошлись по домам или они сегодня придут и будут смотреть все-таки матчи? Ну, явно никто после проигрыша не радовался, не встал и не улыбался, не хлопал в ладоши. Да, как бы проиграли, надо уметь проигрывать по жизни, надо уметь делать выводы. Ну и если команда, любая команда делает выводы, да, это можно увидеть в дальнейших результатах. У нас впереди довольно-таки много турниров. У нас финал Raid Call League, мы единственная российская команда, которая вышла в топ-4 Raid Call, первое место. GD Studio, мы будем также в G1 League участвовать в отборах в Китае на лад, там где топ-2 попадает на лад. И еще на следующей неделе у нас Premier League опять-таки с Virtus.pro, то есть, в принципе, работы очень много. Завтра мы будем путешествовать, ехать домой, отдыхать, да, как бы и… С новыми силами, да, пытаться исправить какие-то ошибки, исправлять их, собственно, и двигаться дальше. Ну, замечательно. О финале, гранд-финале. Каким ты видишь гранд-финал? Согласно букмекерским ставкам, все-таки опиоритет дают команде Noted Hunter. Каким ты видишь гранд-финал? Что будет? Ну, я вам так скажу, Noted Hunter очень, как бы, мощная команда сейчас, которая, ну, вообще, на пике форме. То есть, они дробнули Eternal Heavy, взяли EGM, да, и у них, наверное, немного перестроилась координация в игре, я считаю, да. То есть, как бы, там, Eternal Heavy он больше, там, стакал, что-то делал такое, ну, глобально в фарме, и, как бы, сейчас у них больше, мне кажется, базируется… Немного на другом, то есть, они как-то через тимпайт и через сплитпуш больше играют, да, у них там, в Адмирал Бульдов жесткий, жесткий сплитпуш, там, я играю через фуриона и так далее и тому подобное. Фанатики, ну, они тоже, у них такая вязкая игра, чаще всего через какие-то пики мощный герой, мощный керри, там, Life Stealer, Сила Бира и так далее и тому подобное. Ну, в принципе, команды достойны друг друга, но Тайтхантер сейчас на пике по уровню выше и, как бы, если просто слепо смотреть, вот, на игру, да, можно сказать, да, вот, но Тайтхантер выиграет. Ну, я дам такой прогноз, счет будет 2-1, а в чью пользу, я не могу сказать. То есть, ты прогнозируешь 3 игры, 3 игры можно смотреть. Да, будет 3 игры, то есть, как бы, я не верю, что фанатики сразу сдадутся, все-таки они сейчас поднабрали форме, я не могу сказать, что фанатики сразу стали вот именно жесткие, да, то есть, они изначально шли, шли на своем пути, то есть, вообще фанатики, это, в основном, команда, которая состоит из хонеров, они собрались, они очень плотно получали просто онлайн, как бы, было много проигрышей, но они просто, организация сохранила состав, они никого не шафлили долго и, имея определенный опыт, сыренность, они показали, что просто за счет тимплея команда может достичь тех или иных высот, и, в принципе, я говорю, мой прогноз, да, конечно, фаворитами непосредственно являются мной Тайтхантер, но не стоит недооценивать команду фанатики. Да, кстати, много вот о командах европейских по сравнению с нашими я заметила, все игры, в принципе, я была в зале, все смотрела, какое вот различие, когда европейские команды пикают что-то, ребята собираются все вместе, кучкуются, они что-то обсуждают, в общем, такая у них прям дискуссия идет, когда пикают команда Empire или команда Virtus.pro, по крайней мере, на этом турнире я заметила, все сидят по своим местам, никто к капитану не приходит, ну, как-то вот, почему, почему так? Так, то есть, заранее у нашей команды известен какой-то пик, и они не отходят от своего пика, или почему так? Интересно очень. Да нет, в действительности, то есть, вот в этом моменте, то есть, мы видим, когда команда собирается, да, вместе и пикает героя, мы видим момент принятия решений, то есть, там решение принимается коллективно, здесь решение, как бы, принимает, ну, оно исходит, допустим, от одного-двух людей, ну, как бы, им для общения просто не надо там собираться. Аналитический круг, да, они, как бы, четко знают, что они хотят, это делают, в принципе, общаются, но они по Skype общаются в этот момент, в принципе, ну, да, я согласен, это выглядит более, как-то, дружно, да, там, мы все собрались в круг, мы напикали, там, ну, да, это круто, но я считаю, что, если командам СНГ так, ну, будет нужно, они будут тоже собираться, мы видели на Интернешнл, тоже, как бы, некоторые СНГ-команды так пикали на втором, ну, то есть. Ну, вообще, в целом, если так посмотреть, то икраские команды, как-то у них, ну, показалось, что больше, все-таки, нас трое получше, чем у нас. Насики вообще вчера просто прыгали, скакали, улыбались, веселились, хохотали, там, на тейл отжигал, и во время пиков, и во время, игры, то же самое, в принципе, можно по НТК сказать, но они, ну, так, поскромнее, ребята. Ну, я могу сказать, это чисто зависит от настроения, то есть, то, в каком настроении пребывает, да, то есть, возможно, какая-то команда с более поднятым настроением, более, ну, дружно как-то подошла к игре других, может, как-то по-другому. В действительности, внутренняя, как бы, атмосфера в команде довольно-таки решает, и если, да, команда веселится, прыгает, когда кто-то там у Фнатика выдает фижуру, просто, ну, это момент, который я видел на сцене, просто по реке идут люди, да, просто фижурой отрезается вся команда, и, ну, у саппорта, который это сделал, переполняют эмоции, как он круто сделал. Ну, это хорошо, как бы, это приветствуется, это общий моральный дух, ну, кто-то настолько эмоционален, кто-то не настолько, то есть, наши тоже, ну, русские игроки известны тем, что они тоже умеют покричать и не просто там полыбаться, да, то есть, попрекаловаться, просто у кого-то сегодня так, зато так, все любят веселье, мне кажется, все хотят получать от игры позитивные эмоции, ну, в этот раз, возможно, не получить. Ну что, Сережа, не буду я больше тебя мучить, спасибо тебе большое за интервью, я желаю вашей команде дальнейших успехов, четвертое место это тоже показать, в любом случае вам будет к чему стремиться в следующем, в следующем сезоне Старладера, вот, если у тебя есть какие-нибудь там пожелания, приветы, зрители, там, не знаю, спонсоры, все что угодно, пожалуйста. Да, я хотел бы передать привет всему русскому, русскоязычному СНГ ТОТО комьюнити, поддерживайте наши команды, хотел бы передать привет всему своему менеджеру, команду Тим Эмпайр, нашему стаффу, который помогает нам всегда на всех турнирах, у всех поездков, и своим спонсором, это компания Razer, Seagate, Twitch.tv. Болейте за нас, и мы вас не подведем. С вами была Лайдона, я была Анахроникс, всем пока, всем спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.